Некоторое недопонимание вызывает у меня, с одной стороны, улыбку, а с другой стороны, необходимость писать лишние 10-20 писем в день, объясняя, почему тот или иной человек заблуждается. А заблуждение связано с тем, что ситуация с челноками и вообще ситуация с мелкими грузами кардинально меняется. Как работал этот рынок совсем еще недавно, была в среднем 5-7-8 евро за килограмм, так работали челноки, все что хотите мы повезем, у нас есть небольшой коридор, есть договоренность, цена 5-6-7-8, иногда 10 евро за килограмм, и получите все буквально через 10 часов у себя в Питере. Но сейчас ситуация такая, что если смотреть цены в кодке, на электронику, например, на роутеры, на всякие такие вещи, то можно увидеть, что цена в M-Video, например, или где-то еще, ну, бывает, доходит до того, что в 5 раз дороже, чем в магазине в кодке. Это я вижу часто, потому что я выбираю какую-то модель электроники, и для того, чтобы понять, хороша она или нет, я смотрю на отзывы Яндекс.Маркет. Ну и, соответственно, вижу разницу цены, по которой можно купить в кодке, и по которой она продается в России. Очень многие умные люди, продвинутые, эту мысль уловили быстро, и сейчас они больны той идеей, что очень получается неплохо покупать в Финляндии, ну, например, продавать в Питере, на том же Авито, и получать 4, как они говорят, конца, 4-5 концов. И если вспомнить, что челноки буквально еще полгода назад с радостью возили по 5, 6, 7, 8 евро за килограмм, то получается очень неплохой бизнес. Естественно, этот бизнес пришел в голову не одну, а многим, соответственно, в день где-то 50-60 запросов у меня, а вот можете ли вы купить и привезти? Ну, сначала я как-то пытался объяснить, а потом уже даже перестал объяснять, что это сейчас уже так не работает. Почему? Потому что, вот представьте себе, челнок открывает Авито и смотрит, что там просят люди. Например, там очень много запросов на Лего, и стоит цена, по которой люди готовы это Лего покупать. Челнок покупает Лего в Котке либо в Хельсинки и продает с теми же 4-5 разами накрутки. И зарабатывает с этого очень большие деньги. Он покупает за 70 евро, я знаю, набор один Лего, продает за 400 евро в Питере, причем продает уже сразу по приезду. Естественно, это один набор, это реально меньше килограмма. То есть он на килограмме имеет 300 долларов, 300 евро. А теперь скажите, захочет ли челнок связываться с вашей бизнес-идеей за 7-8 евро за килограмм? Ну, конечно же, нет. Поэтому я хочу просто сказать, что подфартило челнокам, и то ограничение, которое сейчас введено на вот эти челночные перевозки, предложение челночных перевозок падает, ставки растут, при этом челноки, наконец, начали понимать, что, а зачем им возить чужой груз, если можно возить свой и иметь 5 счетчиков, как они говорят. Берегите себя.